Трамвай – место, которое не создано для соблюдения дистанции, поэтому здесь дезинфекция особенно важна. Поручни обрабатывают каждые два часа, перед рейсом и после. Кондукторы, хоть и находятся в зоне риска, особой опасности не чувствуют. Есть осознанная необходимость работы, и есть то, что осторожность. Если знаешь правила санитарной обработки, то в принципе не страшно, ничего страшного в этом нет. Все работают, это необходимость. Частый контакт с пассажирами заставляет регулярно обеззараживать руки. Антисептики требуются постоянно. Партию дезинфицирующего средства прислал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Кондуктора у нас обеспечены все средствами защиты, это маски, перчатки, соответственно, для работы, когда они очищают поручни, и для работы во время смены. Помимо, у них каждому выдаем антисептические средства. Кроме прочего, есть еще одна стадия обработки. Раз в день в депо моют и обеззараживают полы и потолки вагонов. Стекла, поручни, сиденья. А после полный аналог автомойки. Такой вагон мер необходим, даже теперь, когда в Крае официально введен масочный режим. Ведь по данным Всемирной Организации Здравоохранения, без дезинфекции поверхностей маски не работают. Тем более, дополнительные меры нужны, потому что в трамваях и на остановках мы встречаем представителей главной группы риска – пенсионеров. Надо носить маску. Может быть, себя не уберегу, но других не заражу. Работники транспорта масочный режим соблюдают. Соблюдают его в большинстве своем и пассажиры. Это тандем и есть главный способ остановить инфекцию. Ведь победить COVID-19, как любую пандемию, можно только сообща. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...